В руке триколор, в душе патриотические чувства. Люберчане отметили праздник одного из главных символов страны. С песнями и танцами. Как провели день государственного флага в Центральном парке, расскажем в сюжете. Для люберчан и гостей округа тематические лекции, интерактивно-познавательные игры, аквагрим, мастер-класс по изготовлению украшений в цветах российского триколора. Каждый мог принять участие в росписи витражными красками. Концертную программу открыл ансамбль «Барабанщиц». Глава округа, поздравляя земляков, выразил уверенность в том, что государственный флаг будет всегда вдохновлять россиян на достижение новых высот и утверждение славы России. История наша великая, история нашей страны, она вписана золотыми буквами в летопись, в летопись, которая на протяжении всех веков, многих столетий несет гордое имя. Гордое имя этому – это Россия. Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы у нас у всех все получилось. С праздником! Традиционно на день государственного флага юным люберчанам вручили паспорта. Ученику 41-й гимназии Владимиру Савченко это событие запомнится. Мне очень все понравилось, само выступление, то, что я получил паспорт, теперь я грызонин Российской Федерации, причем в такой день. И мне вдвойне приятно, потому что меня выучил сам глава округа его. Мне еще вручили конституцию и грамоту, я очень рад этому. На главной площадке раздавали ленточки в цветах флага, читали стихи и говорили о российской государственности. За праздничное настроение отвечали творческие коллективы округа. Наш коллектив «Карусель» много где выступает на разных праздниках. В Москве, Люберцах и не только, но сегодня день флага и выступать перед народом в войне приятно. Каждый год прихожу на этот праздник, все очень нравится. И каждый год все больше и больше людей присутствует, и каждый год все более интересные мероприятия, мастер-классы. Очень нравится, спасибо большое, что организуют такие праздники. 32 года назад Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге. На смену красному полотнищу с серпом и молотом пришел исторический российский триколор. В качестве символа государства его начали использовать еще при Петре Первом. А 22 августа 1991 года он был поднят над страной, после чего Россия смогла восстановить свой суверенитет. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.